Здравствуйте! Сегодня поговорим о рыбах семейства помоцентровых. Обширное семейство морских рыб насчитывает около 30 родов и более 300 видов. Все виды рассматривать мы не будем, поговорим только о тех, кто чаще всего встречается у нас в продаже. Помоцентровые мелкие и очень яркие рыбы. Они идеально смотрятся в рифовом аквариуме даже небольшого размера. К сожалению, всю прелесть омрачает дурной характер. Практически все виды этих рыб очень территориальны, соответственно агрессивны к представителям других родов и видов помоцентровых. Впрочем, эти маленькие звери настолько самоуверены в себе, что не останавливаются на рыбах своего вида, прописывают всем, кому могут. Если рыба схожа по размеру с кем-то из помоцентровых или немного больше, то она обречена на разборки. Часто помоцентровые гоняют других обитателей аквариумов до победного конца, то есть до смерти. Рассмотрим самых популярных извергов, которые чаще всего предлагаются в магазинах новичкам в качестве неприхотливой дубовой рыбы. Это действительно так, помоцентровые очень живучие, но по какой-то причине про то, что эти маленькие красивые рыбки забьют соседей в магазинах сообщать не торопятся. И чаще всего аквариумист в ужасе наблюдает, как после подселения новичка тот огребает от мелкой бестии. Речь идет о желтохвостый хризиптерия, или как ее еще называют рыба-девушка. Запомните, если вам предлагают купить такую рыбу, то вы должны знать, с ней могут возникнуть проблемы. То же самое касается всех хризиптер в той или иной степени. Чем больше по размеру взрослая особь, тем большее количество рыбы она может терроризировать. Еще один печальный вариант развития событий, когда два самца-хризиптера делят между собой территорию аквариума. Весь аквариум становится полем военных действий, в котором страдают все. Агрессивность может быть рассеяна, если в аквариуме хризиптер будет много. Они будут переключаться друг на друга и кровавых разборов будет меньше. Также кровожадными мостами наряду с хризиптерами являются досциллы. Они не так популярны, потому что проигрывают хризиптерам в окраске. Досциллы более крупные рыбы и будут доставлять еще больше проблем. Часто попадают в аквариуме к новичкам, как раз из-за дешевизны и простоты содержания. К сожалению, обратная сторона медали рано или поздно даст знать, и вам придется вылавливать хулигана, что в большом аквариуме с большим количеством камней становится очень нелегкой задачей. Ну что ж, не только злобными агрессорами славится помоцентровая. Есть среди них и самые мирные рыбы в мире. Речь о хромисах. К примеру, хромис веридис, одна из самых популярных аквариумных рыб. Я никогда не слышал о случаях проявления агрессии с их стороны. Веридисы некрупные рыбы, достигающие в аквариуме размеров 6 см. Живут крупными стаями с 10 осупей. При разном освещении их цвет меняется с зеленого на голубой. В плане содержания хромисы неприхотливы. Я бы даже сказал, что у них бронированное здоровье. Едят они любой мелкодисперсный корм, который аквариумы в состоянии им предложить. Эти рыбы очень хорошо подходят для новичков. Они простят вам очень большое количество ошибок. Моя рекомендация для тех, кто решает, что купить. Хромисов или хризептер, выбирайте первых. С ними не будет проблем. В природе эти рыбы питаются в толще воды плантоном, образуя крупные стаи. Будучи мальками, прячутся в жестких кораллах. Идеальным местом для укрытия в аквариуме для хромисов будет большой жесткий коралл сериат опора. В принципе подойдет любой жесткий ветвистый коралл. Среди его веток стайка хромисов будет комфортно себя чувствовать, как будто в условиях естественного обитания. Само собой, такое сочетание не является обязательным для нормальной жизни хромисов в вашем аквариуме. Они прекрасно себя будут чувствовать и без кораллов. Главное не содержать этих рыб по отдельности. Рыбы стаяны и как минимум пять штук у вас должно быть. В среди помоцентровых есть большое количество привлекательных рыб. И вы можете выбрать любую из них, если она вам доступна в магазине, и подходит по уровню агрессивности. Также хочу заметить, что во многих аквариумах после разборок между помоцентровыми может воцариться мир. Он может длиться довольно-таки долгий период. Даже пресловутые хризептеры и досцилы вполне могут приспособиться к тесному соседству друг с другом и обходиться без стычек. Так что если вы готовы немного пощекотать свои нервы, можете добавить себе их в аквариум и порадовать продавца в вашем аквариумном магазине. Вот собственно и все. Полезные ссылки вы найдете под видео. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Текст читал Дима Пронин. До новых встреч!